Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Игорь. Я основатель и генеральный директор компании Хосхаус. Мы спроектировали и построили этот дом. Нам в инстаграм написал Иван просьбой снять этот дом. Он показался ему интересным. Так, собственно, и получилось это видео. Привет, друзья. Да, новые дома для съемок. Я часто нахожу в инстаграме, так как инстаграм мне сам рекомендуют аккаунты с интересными домами. И если вы тоже желаете показать ваш дом у меня на канале, который подходит к стилистике домов, что я показываю, то пишите мне. Я приеду и сделаю классное видео. Я всегда рад интересному контенту. И, может быть, ваш дом вдохновит многих других на создание дома мечты. Ну, а далее подробнее про этот дом, его технические особенности, планировочное решение и стоимость дома вам расскажет Игорь. На данном участке в Ленинградской области расположен жилой комплекс. Это не единственный дом. Здесь есть еще также гостевой дом, беседка, гараж. Все выполнено в одном стиле. И в этом жилом комплексе строится сейчас основной дом заказчика, в котором, соответственно, уже будет проживать вся его большая семья. Данный дом, как и все дома на этом участке, выполнены в барн стиле. Простые лаконичные скандинавские формы. Заказчику близки были вот такая цветовая гамма. Это черный цвет и цвет лиственницы, цвет дерева. Изначально заказчик пришел к нам с идеей данных домов, так как видел уже наши работы и положился на наш опыт, так как мы специализируемся на постройке данного вида домов, в данном стиле скандинавском. Так как этот тренд постепенно входит в Россию и набирает обороты. И мы хотели бы видеть таких домов в России все больше и больше. Данный дом, длину он 19,5 метров, ширину 7,200. Общая площадь его составляет 133 метра квадратных. Дом поделен на две зоны. Это банный комплекс и жилая зона. Здесь у нас построен гараж, в котором есть машинные места для какой-то техники. И также там расположена котельная, которая отапливает этот дом и будущий большой дом будет отапливать. В данный момент мы строим заказчику большой основной дом. Он по конструктиву идентичен дому, представленному в нашем видео. Он стоит на утепленной шведской плите. Каркас из 195-й доски. Утепление общего контура 200 миллиметров эковатой. Кровля двухскатная. Это кликфальс грандлайн с элементами снегозадержания. Отделка выполнена из ели, крашеной краской текурила. И также привнесены декоративные элементы из лиственницы. Покрашены прозрачной краской с естественным цветом. Здесь у нас скрытая терраса, которая находится под телом крыши и как бы находится в глубине дома. Снег с данной крыши не слетает, потому что установлена система снегозадержания. Там выполнены скрытые дождеприемники, которых не видно. Терраса отделана бруском лиственницы 40 на 20. Покрытие террасы натуральная лиственница. Со стороны террасы мы видим окна. Это портал из бани и окна общие дома. Это двухкамерные стеклопакеты пластиковые. Фасадная доска крепилась по телу конструкционными саморезами по дереву. А с северной стороны фасада по телу не прокручивали доски, так как, как показывает практика, с северной стороны дерево никак не реагирует на атмосферные изменения и ее не ведет. Так как, в свою очередь, с южной стороны доска очень сильно реагирует на влажность, на высыхание и она деформируется. Поэтому было принято решение прокрутить доску по телу. Фасадная доска брашированная и это способствует лучшему впитыванию краски в тело доски и это увеличивает ее долговечность. Сейчас мы пройдем в банный комплекс. При входе в банный комплекс есть небольшая прихожая площадью около двух метров квадратных, оборудована простенькой вешалкой, поставкой для тапочек, для обуви. Небольшая ниша, немножко ничего не доделали, планируется какая-то шторка или может быть двери. Здесь имеется отдельный электрический щиток, раздельный с общей зоной дома для того, чтобы отделить высококиловатное оборудование хамама. Также здесь заходит вся теплотрасса из котельной, подается горячая вода, холодная вода и отопление. Далее комната отдыха, оборудованная диваном, креслами, столиком и небольшой кухней. Не совсем функциональная, она не для готовки. Здесь имеется холодильник небольшой для напитков, ну и умывальник, посуда. Большой оконный портал с дверью для выхода на улицу, на террасу. Здесь небольшая мини-раздевалочка исполнена и место для хранения шапок, тапочек, возможно веников. Далее у нас есть небольшой туалет с окошком, светлый, имеется полотенце сушило, ну если нужно высушить полотенце и так далее. Ну и какие-то уборочные принадлежности. Ну и далее непосредственный банный комплекс. Он спроектирован как центральная душевая на два человека и из них уже попадаем непосредственно в сауну и хамам. Отделка в душевой – это керамическая плитка на полу, на стенах керамогранит. В душевых стоят стеклянные шторки из каленого стекла 6 мм толщиной с магнитами. Входная группа также оформлена дверью из каленого стекла, тонированная, ну чтобы не было видно тех, кто моется. На потолке крашеный потолок из гипсокартона влагостойкой краской. Вашему вниманию сауна. Выполнена из термоосины, из стены и полки. Есть небольшая дровяница. Финская печь – кастер. Топка выполнена из парной. Отделка защитного экрана из талькохлорида, натурального камня. На полу керамическая плитка такая же, как и в душевой. Здесь у нас хамам. Он достаточно темный, здесь мало света. Ну, это так позиционируется, здесь не должно быть очень светло. Отделка здесь выполнена из керлита. Это срез камня. Очень большие плиты, трехметровые. На потолке сделано звездное небо из диодных точек. И подсветка полков. Дверь также стеклянная, тонированная, из каленого стекла. Здесь у нас так называемый пульт управления. Вся эта история здесь. Клавиши на вытяжке. А это управление хамамом, самим парогенератором. Это подсветка. И установлены теплые полы на лавочках и на полу, соответственно, в хамаме. Парогенератор здесь установлен средней ценовой категории. Который пригоден и в профессиональных целях, но просто для пользования частным лицом тоже годится. Также у нас здесь имеется люк на второй этаж с лестницей. Ну, там второй этаж больше используется как техническое помещение. Там сушатся веники и установлено оборудование для хамама. А сейчас покажем вам жилую зону дома. Вот мы попадаем непосредственно в дом. Зона прихожей. Она небольшая. 2,8-3 метра квадратных. В ней вот есть все необходимое. Вешалка, стульчак для обуви, для сушки. Здесь теплые полы, поэтому вся обувь в прихожей в зимний период очень удачно просыхает. Там буквально за 5-10 минут никаких луж не остается. Далее попадаем в гостевую зону. Зону отдыха и на кухню. Они совмещены. Кухня у нас площадью 6 метров квадратных. Гостевая зона 28 метров квадратных. Кухня простая, небольшая, технологичная. Все предусмотрено. В принципе, есть стиральная машина. Предусмотрена посудомоечная машина. От духового шкафа отказались. Варочная панель электрическая и микроволновка. Холодильник находится вот здесь в уголке. Тоже небольшой, но с огромной морозильной камерой. Разделена кухня освещением с гостевой зоной. Сделана отдельно. Вытяжка как таковая отсутствует. Имеется потолочный вытяжной канал с принудительным вентилятором, который работает от освещения. Фартуком на рабочей панели служит панель из нержавеющей стали, которая защищает и при готовке от каких-то жировых пятен, и при мойке посуды. У меня есть большое вытянутое окно во всю ширину рабочей панели, в которое можно смотреть на прекрасный вид, который там открывается, когда готовишь кушать. Также на кухне барная стойка, которая разделяет две зоны, гостевую и непосредственно кухню. Служит она увеличением рабочей зоны кухни при, наверное, каких-то больших объемах готовки. Возможно, на Новый год расширяет возможности приготовки. Также шикарно подходит для какого-то быстрого перекуса, для одного, двух, даже трех человек. И, как правило, она занимает первое место перед обеденным столом. Все в основном здесь едят. Далее перемещаемся в зону обеденную. Здесь у нас стоит большой стол на шесть персон из массива сосны. Телевизор имеется, большой угловый диван в зоне отдыха. В гостиной нет плоского потолка. Потолки выполнены по скату кровли. Высота до конька 5,5 метров, что придает этому помещению объемность, простор. Здесь комфортно находиться, легко дышится. И в целом такое решение отлично подходит для наэтажных домов. Далее из гостиной мы попадаем в коридор, который достаточно узкий. Но за счет того, что в конце коридора имеется окно, здесь много света. И оно расширяет объем этого коридора. В конце коридора имеется люк в чердачное помещение. Вот так вот он открывается. Это стандартный люк с лестницей, который продается во всех строительных магазинах. Вот таким образом это работает. По лестнице попадаем на чердачное помещение. Оно пока до конца не доделано. Вот здесь планируется детская игровая комната. Впоследствии застелим здесь все высоким ковролином, мягким. Поставим палатки, игрушки. И здесь техническое помещение, которое впоследствии закроется дверью. Здесь находится вентиляционное оборудование, вытяжные насосы и санузлов. Также из коридора мы попадаем в туалет, ванну, кладовая и две спальни. Проходим первую спальню. Небольшая спальня, около 9 метров квадратных. Но достаточно функциональная. То, что от нее требуется, это двухспальная кровать, шкаф. И опять же, прекрасный вид из окна. И далее вторая комната. Это детская, небольшая детская кровать и кровать для малыша. Площадь детской комнаты около 8 метров квадратных. Высота потолка 3 метра. И вообще в этой части дома высота потолков во всех помещениях 3 метра. Также детская комната очень хорошо, естественно, освещена. За счет того, что есть большое окно в этой части. И вытянутое узкое окно по длинной части комнаты. Далее из детской комнаты мы попадаем в кладовую. Основной ее функционал – это хранение белья, полотенец, постельного белья и так далее. Здесь на одной стене у нас электрический щиток находится, блок управления пожарной сигнализацией. А на другой стене у нас коллекторная группа холодной и горячей воды. Далее у нас идет ванная комната. Достаточно функциональная. Небольшая, но функциональная. Около также 3 метров квадратных. Здесь у нас оборудован душевой уголок, который ограничен стеклом, закаленным толщиной 6 мм, со щелевым трапом. Из необычных деталей можно отметить откидное сидение для удобства проведения водных процедур. В этой части ванной комнаты умывальник и электрическое полотенце сушило. Также в ванной у нас есть окно, которое дает естественный свет. Отделка ванной комнаты выполнена из керамогранита. В душевом уголке мозаика также керамическая. Потолки простые. Гипсокартон и покраска влагостойкой краской. Далее идем в санузел. Особенность этого дома, что имеется раздельный санузел, ванная и непосредственно туалет. Отделка выполнена в том же керамограните. Площадь туалета составляет полтора метра квадратных, но достаточно функциональной. Даже поместилась тумба с раковиной в нише. И также в туалете имеется окно, которое дает естественный свет днем. Здесь у нас слегка еще недоделанный элемент. Здесь скрыт коллектор теплого пола. И здесь прямо в разрезе можно увидеть пирог стен. Это деревянный контрабрешет. В нем одеяло шумоизоляции и два слоя ГВЛ. И уже после него покраска. Так как мы делали проект этого дома, и в процессе завершения уже строительства, заказчикам был поднят вопрос о отделке этого дома. И он доверился полностью нам в том, чтобы без дизайн проекта, просто на словах оговорили, какая будет отделка, и приступили к работе. Отделка достаточно минималистичная. Крашеные стены, белый цвет. На потолке в гостиной зоне, на высокой части, выполнена инженерная доска. На подкладке из фанеры. На полу по УШП керамогранит. Доска на потолке была сделана не случайно. Дабы не окрашивать потолок так же в белый цвет, как и стены, решили его выделить и ввести его в общую концепцию отделки дома. Потому что повсюду деревянные элементы. Пол, керамогранит в цвете, тоже имитации дерева. Оконные откосы, двери, все в одной цветовой гамме. Отоплением в доме служит одна единая батарея. Это утепленная шведская плита, теплый пол водяной. В вентиляции служат приточные клапана, которые установлены в каждом помещении. А вытяжки установлены в мокрых зонах, в туалете, в ванной и на кухне. Вся вытяжка принудительная. На конец 2018 года на этот проект была потрачена общая сумма 8 миллионов 100 тысяч рублей. Коробка стоила 4 миллиона рублей. Отделка 2,5 миллиона рублей. И отдельно сауна 600 тысяч рублей. Хамам 1 миллион рублей. В завершении видео хочу сказать, что дома, в которых мы живем, и вообще окружающая нас среда, в какой-то степени влияет на наш менталитет. И, по моему мнению, дома, подобные этому, расширяют границы нашего восприятия. И делают жизнь людей, живущих в таких домах, более интересной и творческой. Поэтому, строите современные интересные дома. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новые обзоры. Ставьте лайк, если это видео вам было интересным. А также, пишите в комментариях ваши впечатления про это видео и про этот дом. Скоро увидимся!